Покахонтас Покахонтас – знаменитая фигура в истории Северной Америки, известная благодаря своему взаимодействию с английскими колонистами в начале XVII века. Хотя её история часто романтизируется, реальная биография Покахонтас – это рассказ о культуре, дипломатии и выживании в трудных обстоятельствах. Настоящее имя Покахонтас было Матока, Матоака, а Покахонтас – это прозвище, которое можно перевести как «игривая» или «непоседа». Её также называли Аманути. Имя Покахонтас стало широко известным благодаря её известности среди колонистов. Покахонтас была дочерью вождя Покахаттана, который руководил мощным союзом алгонкинских племён в районе современного штата Виргиния. Её отец контролировал значительную часть территории, где впоследствии появилась английская колония Джеймстоун. Самый известный эпизод, связанный с Покахонтас – это история о том, как она спасла жизнь Джону Смиту, лидеру английских колонистов. Согласно Смиту, когда его пленили воины Пахаттана и готовились казнить, Покахонтас вмешалась и спасла его жизнь. Однако историки спорят, насколько эта история соответствует действительности. Некоторые считают, что это мог быть ритуал принятия Смита в племя. Вне зависимости от правдивости истории с Джоном Смитом, Покахонтас действительно играла важную роль в установлении мирных отношений между колонистами и местными племенами. Она часто посещала Джеймстоун, принося еду и ресурсы, что помогло колонистам пережить трудные времена. В 1613 году Покахонтас была похищена англичанами и использовалась как заложница для давления на её отца. В плену она приняла христианство и была крещена под именем Ребёбка. Во время этого времени она познакомилась с Джоном Рольфом. В 1614 году Покахонтас вышла замуж за Джона Рольфа, английского плантатора, который начал выращивать табак в колонии. Этот союз был важным для мира между англичанами и племенем Пахаттана. Их брак считается первым зарегистрированным межрасовым браком в истории английских колоний. В 1616 году Покахонтас и Джон Рольф поехали в Англию, где она стала настоящей сенсацией при дворе. Её представляли как индейскую принцессу, что помогало привлекать внимание и инвестиции в виргинскую колонию. Покахонтас встретилась с королём Яковом I и стала предметом многочисленных обсуждений среди аристократии. К сожалению, Покахонтас не вернулась на родину. В 1617 году. На обратном пути в Вирджинию она заболела, возможно, от пневмонии или туберкулёза и умерла в возрасте около 21 года. Её похоронили в городе Грейвсенд в Англии. После смерти Покахонтас её сын, Томас Рольф, вернулся в Виргинию и стал успешным плантатором. Покахонтас запомнилась как фигура, связанная с миротворчеством и попытками преодолеть разрыв между двумя культурами. Её наследие продолжает вдохновлять, хотя многие аспекты её жизни остаются покрытыми мифами и домыслами. Покахонтас стала символом взаимодействия между коренными народами Америки и европейскими колонистами, а также примером того, как индивид может сыграть важную роль в истории, несмотря на обстоятельства и культурные различия.